Группный план Дмитрий Глушков 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 председатель Совета туристско-рекреационного кластера Кировской области. И вот он нам поведает подробности работы в рамках упрощенной системы налогообложения. Да, Алексей Валерьевич, добрый день. Чем занимаетесь? Ну, такая вот краткая визитная карточка. Давно ли вы находитесь на упрощенной системе налогообложения? Что это вам дает? Как позволяет развиваться? И вот сейчас продление этих всех ставок, как скажется, на компании. ООО «Белый ветер», мы его с вами называем «Центр активного отдыха», «Белый ветер» является социальным предприятием, входит приезд к Кировской области. И последние два года, по итогам 2021-2022 года, работы в соответствующих номинациях признан лучшим социальным проектом Кировской области. Само предприятие на территории региона зарегистрировано в 2013 году. Мы сразу с 2014 года приняли решение, перешли на упрощенную систему НОУСЭН на 6% на доходы. Нам это позволяет сократить издержки по бухгалтерии. Ну и считаем, так как мы все-таки не производство, предприятие не очень большое, посчитали это оптимальным. Поплатили 6%, и, конечно, когда мы, наши все акведы и основные виды деятельности вошли, пострадавшие виды деятельности как во время пандемии, государство нас поддержало, у нас была отсрочка по платежам налогов, и в 2022 году была отсрочка от государства. Это, конечно, именно пострадавшие виды деятельности, а мы сфера гостеприимства, это сфера и туризма, и общепита. Нам это очень помогло. На сегодняшний день, на 2023 год, очень приятно, что правительство Кировской области в лице Минпромторга нашего регионального приняли решение по установлению ставки УСЭНа на ближайшие три года. Мы, по крайней мере, сейчас понимаем, чего ожидать. Можем немножко прогнозировать свои какие-то внутренние бухгалтерские моменты. И очень приятно, что нас включили и туризм, и вообще сферу гостеприимства, и также народно-художественные промыслы в льготное налогообложение. То есть нам снизили УСЭН с 6 до 3%. Огромное спасибо за это региональной власти. Конечно, это хоть небольшая, но существенная помощь, в принципе, в первую очередь, наверное, такая даже психологическая помощь. То, что нас слышат, нас видят, не забывают, что в сфере, ну, нашей сфере, нашему виду деятельности очень сложно в нынешней ситуации. А можно как-то посчитать работу в рамках упрощенной системы налогообложения? И если бы брать обычные ставки, насколько это вам позволяет, не знаю, экономить? Ну, смотрите, у меня как бы несколько предприятий, виды деятельности немножко разделены. Есть культура искусства, есть общий ПИД. Если взять по одному предприятию, у нас небольшой, но там за один квартал УСЭН у нас 124 тысячи. Вроде за третий квартал. Да, 124 тысячи авансовый платеж. Мы понимаем, что это 3%. Если бы это было 6%, ну, умножайте, что это в два раза больше было. Да, в два раза больше. То есть мы в квартал, в принципе, 120 тысяч сэкономили и смогли направить на поддержку нашего внутренней оборудки. А какой бы еще, возможно, поддержки хотелось ожидать от государства, от правительства Кировской области? Какая-то вот такая болевая точка, которую можно было бы ликвидировать? Две болевые точки, о которых мы говорим. Первое то, что во время пандемии мы, как, например, парки активного отдыха, мы были самые первые закрытые на время пандемии и самые последние открытые. Мы два года были под замком. И нас не освободили от платы муниципальной аренды за землю. Мы не работали и нам начислили за два года аренды бюджет и пений. Вторая болевая точка, то, что государство во время пандемии помогло программой ФОД 3.0. Выделили средства на то, чтобы мы не сокращали сотрудников. Мы не работали, мы выплачивали заработную плату, штат сохранили. А сейчас, несмотря на то, что идет довольно сложная ситуация с учетом мобилизации, запрещены развлекательные. Ну вот новогодние, например, взрослые корпоративы мы вообще не проводили, только детские елки. И мы в этой ситуации обязаны возвращать полностью программу ФОД 3.0. Должны возвращать банкам. Спасибо. Это был Алексей Чепцов, председатель Совета туристско-рекреационного кластера Кировской области. Ну а мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Глушковым, исполняющим обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Теперь давайте перейдем к теме поддержки предпринимателей. Финансирование бизнеса на льготных условиях, обучение, сопровождение, помощь в решении повседневных задач. Все для того, чтобы бизнес успешно встал на ноги и двигался вперед. Будет ли все это реализовываться, в том числе и в 2023 году, все эти меры поддержки? Спасибо за вопрос. Он действительно очень интересный, потому что в 2022 году мы смогли достичь довольно существенных результатов. Так, например, было выдано свыше миллиарда рублей в качестве льготных займов, а это поставки от 2 до 6%, что ниже ключевой. Мы получили 632 договора. Появилась такая возможность, благодаря решению губернатора, о дофинансировании фонда поддержки предпринимательства в прошлом году на 150 миллионов. Дополнительно? Дополнительно, помимо того, что имелось. И все денежные средства были востребованы, все выданы, и предприниматели там очень позитивно восприняли такое движение в их сторону. И, конечно, воспользовались такой поддержкой. По мере этого у нас состоялось 90 мероприятий в центре «Мой бизнес». Это образовательные, мастер-классы, тренинги, круглые столы, даже пич-сессии. Вообще обучение прошли свыше 3000 участников, 3000 предпринимателей. И по итогам обучения у нас 52 предпринимателя смогли получить грантовую поддержку на развитие бизнеса. Грантовая, то есть это безвозмездно, которую не надо возвращать при выполнении определенных условий, конечно. Помимо этого, более 400 бизнесменов получили господдержку в виде услуг по сертификации, маркетингу. Регистрация товарного знака и выхода на маркетплейсы и участие в выставках. То есть это существенная точечная поддержка, которая позволяет конкретный продукт, конкретное предприятие показать и помочь ему продвинуться, увеличить фактически продажи. Не всегда хватает у них рекламных бюджетов на это своих. И тут мы, конечно, им оказываем существенную помощь. Ну и как результат, с помощью поддержки на сертификацию предприниматели смогли вывести на рынок 130 новых товаров. То есть это довольно существенная. В этом году все так же будет продолжено. Все меры будут сохранены. Ну и ждем предпринимателей в центре «Мой бизнес», чтобы они приходили на обучение и обращались за такой поддержкой, если она им необходима. Обратная связь, естественно, с предпринимателями поддерживается. Как они отзываются? Мы сейчас подключим к нашей беседе еще одного предпринимателя. Ну вот хотелось бы от вас несколько слов услышать о том, как вы продолжаете взаимодействовать и общаться. Вообще любая мера поддержки, она же должна быть востребована потребителям. То есть если она не нужна, мы ее убираем. Если она не очень востребована, мы уменьшаем, либо трансформируем. А в прошлом году, в конце года проводили опрос предпринимателей, какие бы меры поддержки вам были интересны на 2023 год. Опросили общественные объединения. Все дали предложение, мы собрали, как раз скомпоновали план на 2023 год. И вот буквально на днях мы его направили в Минэкономразвитие на согласование. Я думаю, что его согласуют. И уже там с февраля мы сможем полноценно начать оказывать поддержку нашим предпринимателям. Ну можем что-то такое сейчас озвучить. То, чего не было возможно и появится. Мы сейчас делаем акцент на бережливое производство. Потому что тема очень актуальна по оптимизации производства. Ну производственных мощностей у нас больше становится, требуются большие вложения. Людей, работников надо обучать. У нас не так их много, тем более большие предприятия довольно много требуют сейчас сотрудников. Поэтому мы хотим предпринимателям рассказать, как на том же оборудовании за то же время с теми же людьми можно делать больше. Выпустить больше продукции. Как раз механизмы бережливого производства, когда убираются потери вплоть до того, что перестановка станков, перестановка двух человек местами, может увеличить производительность на 10%. Казалось бы, очень просто. Но когда приходит внешний взгляд и подсказывает, это, конечно, становится гораздо легче. Мы делаем большой акцент на развитие электронной торговли. Потому что видим запросы от предпринимателей, видим интерес. В прошлом году провели не менее двух больших форумов по маркетплейсам. В этом году их тоже будет несколько. Предприниматели приходят, востребованная история при том, что мы сейчас думаем над созданием центра электронной торговли, который позволил бы всем предпринимателям получить доступ к электронным площадкам. То есть у нас получатся три уровня. Те предприниматели, которые готовы сами торговать, мы их научим. Те предприниматели, которым нужны сотрудники, мы обучим для них сотрудников и подберем. Те, кто не хотят, мы предоставим им возможность через центр электронной торговли попасть на площадку. То есть их задача будет производить, поставлять продукцию, и они будут получать деньги. То есть кто как хочет, тот так и работает, но мы всем даем эту возможность. На каких условиях будет предоставляться эта возможность? Ну, с учетом того, что у нас планируется реализация с коммерческой компанией, понятно, что обучение и так далее, оно будет в какой-то мере субсидироваться. Ну, а выход уже, когда за вас будут торговать на электронной площадке, это уже договорные отношения с конкретной компанией. Но у нас главное, чтобы такая услуга появилась. Посмотрим, как она будет работать, насколько она будет востребована. Посмотрим, может быть, в последующем какой-то уровень поддержки туда и направим. Сейчас к нашей беседе присоединится представитель компании «Натура Ботаника». Это Елена Беляева, и она расскажет о своем взаимодействии с центром «Мой бизнес» в части поддержки по сертификации продукции. Бранд «Натура Ботаника» был создан достаточно недавно, в 2018 году. Мы, скажем так, вышли на этот рынок. У нас собственное производство, которое находится в Кирово-Чепецком районе. Это целый косметический завод, оснащенный, скажем так, по последнему слову техникой. То есть у нас все хорошо в этом плане, оборудовано новое, установлено. На производстве работает где-то порядка около 20 человек, более 20 человек именно на производстве. Ну, соответственно, платятся налоги, платится зарплата, создаются рабочие места. И перед вами стоит вопрос обязательной сертификации продукции. Да, конечно. Это, знаете, один из таких важных пунктов, которые требуют таких основательных денежных вложений. Потому что продукт, который мы придумали, скажем так, создали, он не может продаваться без сертификации. То есть мы не имеем права продавать продукт, который был произведен. То есть его обязательно надо сертифицировать. В этом нам помогают несколько структур в центре поддержки «Мой бизнес». Почему именно центр «Мой бизнес» возник в качестве партнера по сертификации? Потому что есть такая услуга. Потому что мы, скажем так, прямо с 2018 года с ними сотрудничаем. Мы сотрудничаем с несколькими отделами. Это центр помощи, поддержка предпринимательства, центр поддержки экспорта и кластер на развитие. И везде получаем мы разный спектр услуг. Вот сертификацию, в принципе, получаем по всем трем отделам. С чего начинается работа? Насколько она продолжительна, длительна? Насколько быстро вы решаете эти вопросы? Ну, с центром «Мой бизнес» на самом деле все вопросы решаются достаточно оперативно. То есть дается время на подачу заявки. И вот, кстати, в данный момент как раз уже начинается прием заявок в некоторые фонды. Это обычно освещается достаточно широко. То есть я получаю письма на электронку. Мы, скажем так, достаточно хорошо контактируем с работниками, с сотрудниками этого фонда. Они всегда открыты к общению. Они всегда готовы проконсультировать. И всегда находят время в очередной раз объяснить одну и ту же ситуацию. Ну, то есть очень лояльные, очень, скажем таки, человечные сотрудники, готовые помочь. Вот это правда. Сертификат. То есть у нас есть продукт, который мы придумали, создали. Есть определенная сумма, которую нам выделили на сертификацию. То есть там, я не знаю, 200 тысяч, например, образно говоря. В эти деньги входит несколько сертификатов. Мы собираем документы, отдаем на конкурс. Они находят исполнителя. Это бывает часто тендер. Мы в этом не участвуем. То есть это уже происходит помимо нас. Находится исполнитель, который соответствует всем требованиям, которые нужны. Ну, то есть там должна быть определенная, скажем так, условие. Я сейчас не буду об этом рассказывать, потому что, ну, это узкая довольно-таки такая. Ну, понимаю, специфическая сфера такая. Неинтересно. Находится исполнитель, мы подаем документы. Ну, дальше идет уже такой ряд действий, которые способствуют, скажем так, исполнению всего этого. И в течение, причем у каждого сертификата есть разные сроки, поэтому тут нет какой-то привязки к определенному сроку. Нам надо выполнить, ну, скажем так, это в такие расширенные рамки по времени. И мы, собственно, этим всем занимаемся. Обычно участвуют три стороны. То есть мы как производитель, потом мой бизнес и исполняющая сторона исполнитель. То есть мы очень плотно контактируем. Ну, надо понимать, что планы у компании большие по выводу на рынок новых и новых продуктов. Так что продолжать будете работу по получению сертификатов? Очень, да, большие планы. И в эти планы, конечно же, входит получение сертификатов, скажем так, поддержка любая. Вы знаете, вот если честно, мы вообще не против никакой, ну, скажем, помощи. То есть все, что предлагает центр мой бизнес, нам подходит, нам нравится, мы этим пользуемся. Вот мы, скажем так, пользователи всех этих услуг. А вот платформа МСП, цифровизация, вот они еще можно? Что это вам дает? Насколько вы считаете, это удобно, эффективно? Это, знаете, вот как я это вижу и что я понимаю под этим. Это упрощает, скажем так, подачу документов. Это упрощает подачу каких-то заявок. Это экономит очень много времени. Ну, то есть, скажем так, проще заполнить какую-то форму, такую электронную, которая, ну, достаточно быстро заполняется, нежели чем собрать пакет документов. Вот, ну, прям это такое... Облегчает очень много. Это очень сильно облегчает, это, ну, скажем так, такое некое спасение вот в этом мире, где много нужно бумажек заполнить. Поэтому это действительно нужная вещь, которую я уже оценила, скажем так. В общем, перспективы сотрудничества с центром мой бизнес у вас достаточно большие. Планы включают в себя очень много-много задумок. Да, есть очень много планов, задумок, да. Мы следим друг за другом, пользуемся всеми благами, которые нам предоставляют. В нашем эфире была представитель компании «Натура Ботаника» Елена Беляева. В нашей студии по-прежнему находится Дмитрий Глушков, исполняющий обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Вот хотелось бы сейчас поподробнее поговорить о платформе МСП цифровизации. Что это означает? Какие услуги предоставляются предпринимателям? Платформа МСП. МСП РФ – это действительно платформа федеральной корпорации МСП, на которой они сейчас собирают все сервисы, которые могли бы получить в электронном виде. То есть любой предприниматель из любой точки Российской Федерации может подать там простую заявку и получить, ну, в первую очередь, федеральные меры поддержки. Их сейчас там порядка 19 таких сервисов. Там же есть и несколько региональных. Мы работаем над тем, чтобы наши региональные туда расширялись и были в большем объеме. Ну, там связано с определенными федеральными правилами. Я думаю, что в 2023-2024 году эти ограничения будут сняты, и предприниматели Кировской области смогут, в том числе, и все региональные меры поддержки получать через платформу МСП. Там можно подать заявку на кредиты, пройти программу обучения, получить статистику по малому и среднему предпринимательству России. Все это в онлайн-формате с универсальным простым доступом. Число таких сервисов действительно будет расширяться, в том числе и федеральных. Они, эти сервисы, разрабатываются при участии деловых объединений. Ну, то есть, спрашивают потребителя, как лучше, как проще. Что еще можно подключить. И что действительно надо. Идет автоматизация. Ну, например, на платформе действует сервис получения кредита до 10 миллионов рублей. То есть, там можно подать заявку одновременно в несколько банков она будет разослана, ну, и там же получить фактически ответы. То есть, это такая упрощенная история. Небольшой объем 10 миллионов, хотя для кого-то он может быть довольно существенным в развитии бизнеса. Бизнес-обучение направления, персональ, подборка контента и личной поддержкой наставников и многое другое. То есть, вот такие вещи, они будут расширяться. И мы как раз будем всем рассказывать о таких мерах поддержки. Сейчас идет очень активная работа по подключению большого количества предпринимателей именно на эту платформу, чтобы они туда входили и могли пользоваться всеми этими сервисами. Ну, и мы переходим к категории предпринимателей, о которой раньше вкратце упомянули. Это молодые предприниматели и социально ориентированные. Как Дмитрий Александрович ранее сказал, в прошлом году 52 проекта получили грантовую поддержку. Естественно, хотелось бы знать, что в этом году будет с этим направлением работы. В этом году будет также точно продолжена эта поддержка. Денежные средства уже нам выделены. Они примерно в том же объеме, это 23 миллиона. Но это также 56 предпринимателей смогут, не менее 56 предпринимателей смогут получить данную поддержку. Кто такие молодые предприниматели? Это предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет. Социальные предприниматели – это те, кто подтвердили свой статус. Чтобы подтвердить свой статус, надо обратиться в Центр мой бизнес, либо в министерство. Насколько я помню, обратиться надо до 1 мая. И 1 июля мы уже увидим тех предпринимателей, которые действительно подтвердили статус. И они смогут, пройдя обучение, прийти к нам за данной поддержкой. Обращу внимание, что для того, чтобы заявиться на грант, обязательно пройти бесплатное обучение у нас в Центре мой бизнес. Там как раз расскажут, как правильно формировать бизнес-план. Протестируют идею, с которой пришел. Насколько, наверное, как показала практика прошлого года, иногда идея переворачиваться после обучения. То есть, пришел с одной идеей, вышел с другой. Родилось что-то более яркое, более на их взгляд. То есть, такое общение с такими же заинтересованными людьми, которые думают о том же, иногда меняют восприятие. И это действительно очень положительная история. Мы в ближайшее время начнем посещать таких предпринимателей, смотреть, что у них получилось, рассказывать, как это интересно, легко и полезно. Соответственно, грант у нас от 100 до 500 тысяч. Это федеральное требование. И обязательно софинансирование не менее 25% собственного участия. То есть, просто прийти и взять не получится. Надо еще показать, что ты действительно хочешь сделать, что ты можешь и что ты готов сам финансово поучаствовать. Конечно. А у молодых и социально ориентированных предпринимателей есть какие-то свои специфические пожелания по внедрению каких-то новых продуктов, по сопровождению? Там у нас довольно широкая линейка, на что можно тратить денежные средства. И мы не ограничиваем предпринимателей. Единственное, что нельзя покупать автомобили, нельзя покупать здания. А остальное, покупка оборудования, вложения в рекламу, даже закупка сырья, это все возможно. Группный план. И еще один пример работы социального предпринимателя сейчас прозвучит в нашем эфире. Мы пообщались заранее с Инной Валикжаниной. Это руководитель Центра информационных технологий в обучении и познании. Очень известная организация в нашем городе. Изумительные, удивительные проекты у них будут реализовываться благодаря гранту от Центра «Мой бизнес». И вот сейчас эта информация прозвучит. Мы от моего бизнеса получили поддержку на развитие бизнеса. Мы подали заявку и рассказали о том, что нам хотелось бы реализовать проект по разработке сундучков семейных традиций. Сундучки называются «Побалушки». И в них будут очень интересные проекты, игры, описания взаимодействий, форматов взаимодействия детей и родителей, бабушек, дедушек. То есть познавательный доступ в семье. Причем семью мы рассматриваем расширенно. Это не только мама, папа, ребенок, но и бабушки, дедушки, возможно, другие родственники, те, которые помогают ребенку развиваться. И для развития мы понимаем, что нужны образовательные наборы, развивающие наборы, которые были бы не только обучающие, училить, читать, писать, считать, но и формировали духовно-нравственные ценности, которые помогали бы ребенку реализовать себя. И вот как раз этой деятельности посвящен наш проект. Хотя бы для примера какую-то одну игру приведите. Что это, как, чтобы можно было понять, представить, как это будет выглядеть? Ну вот у нас сейчас в разработке два сундучка. Один сундучок называется «Кукольные истории», а второй «Лесные сказки». Сундучок «Кукольные истории» содержит книжку с описанием самых разных игр в кукле. Ну, мы все играли в куклы, мы знаем, как это делать, но какие-то игры, они дают, наверное, возможность напомнить, вспомнить, как в них играть и как они развивают ребенка. Там в этот набор входит куколка «Фабрики весна», известная куколка, куколка «Асенька». Она очень красивая, хорошенькая куколка. Для нее мы специально разработали красивый наряд. Ну вот, и вот как раз это первый сундучок, сундучок семейных традиций и кукольной истории. А второй сундучок – это «Лесные сказки». В этом сундучке будут деревянные игрушки нашей фабрики, которая из Налинска, которая производит деревянные игрушки. Там будут три медведя, бабушка, дедушка, внучка, лисичка, зайчик и сказки нашей поэтессы Айсины Шуклиной про добро, про дружбу, про взаимопомощь, поддержку. Вот, кстати, декорации для вот этих сказок мы снимали тоже нашей из Кирово-Чапецка мастерица. Она делает очень интересные домики. И мы вот в этих домиках наших лесных жителей фотографировали интересные сказочные истории, и прямо в них хочется поиграть. Вот ребенок берет эту игрушку в ручки, она так комфортно там, эта теплая деревянная игрушка держится, что в нее хочется просто играть, и эту игрушку не хочется выпускать из рук. То есть мы с такой заботой, любовью, бережным отношением к нашим детям, к нашим семьям делаем эти сундучки. Этот проект уже запущен или он готовится еще только? Он запущен, да, вот у нас завтра приходят коробочки, потому что каждая игра, упакованная в отдельную коробку, эта коробка не только как упаковка рассматривается, но и как система хранения. Там идет обращение к семьям. И, конечно, хотелось бы, мы их специально сделали так коробочкой, что они очень приятные, тактильные, что в них хочется хранить вот эти семейные традиции. И мы верим в то, что вот в эти игрушки сначала дети будут играть, а как дети, а потом они уже своим детям принесут, покажут эти игрушки и поиграют в эти игры. И вот знаете, вот эти детские воспоминания, я думаю, что будут им греть душу и передаваться из поколения в поколение. Благодаря поддержке Центра «Мой бизнес» и возникла вот эта синергия, да, вы сказали, и Налинское предприятие подключилось, и Фабрика «Весна» наша. Да, тут очень здорово получается, что, с одной стороны, вроде бы они нас поддержали, но мы сможем сделать заказы на фабрике «Весна», на Налинской фабрике, на нашем кировском предприятии, которое производит вот эту вот упаковку коробки. Потом мы книжку издаем, тоже наше вятское издание, украдкое. Вот, то есть получается так, что получили денежки, вроде бы, только мы, но эти денежки дальше будут направлены и в другие предприятия, там, Кирова, Кировской области. И здесь вот, как бы, помогая нам развивать бизнес, мы тем самым помогаем там еще другим предприятиям. И тут вот эта синергия и получилась. И еще один проект с таким серьезным названием «Интеллектуальные промышленные игры». Поделитесь тут, в чем суть заключается. Этот проект прямо очень-очень нами любимый. Это возможность тоже семьям, семьям с детьми вместе интересно проводить время. Вообще, узнать о предприятиях нашей в городе Кирове, Кировской области очень полезно, как детям, так и взрослым. Что у нас производят? Ну, например, у нас производят известные во всей стране клапаны сердца. У нас используют, у нас там производят майонезы, которые там не только в Кирове продаются. У нас есть и другие предприятия интересные. И рассказать об этих предприятиях, ну, рассказать так, чтобы ребенок захотел подумать, а как это сделать, то есть его инженерную смекалку, его фантазию, творчество подключить. Вот это задача этих промышленных игр. Игры сами будут из трех частей состоять. Первая часть – это вопрос от предприятий, как, что делается, да. И дети должны предложить свои, ну, вместе с родителями, свои варианты решения. Потом у нас вторая часть – это игра с конструктором. Мы закупили благодаря гранту несколько образовательных наборов. Набор, например, бабашки. Это полный ростовой конструктор. То есть не тот, с которым мы играем на столе, а тот, с которым мы играем прямо вот в пространстве. И дети должны выполнить определенные задания, выполнить определенные конструкции. Это очень интересно. И детям, и взрослым. Ну, и третий блок, он такой на общую эрудицию, про инженерно-техническое творчество. То есть мы опять же придумали интересный формат, чтобы семье было время интересное, содержательное, с пользой возможность проводить. И чтобы они узнавали о наших предприятиях. Потому что любовь к родному городу, к своему региону, она как раз через знакомство это и может осуществляться, передаваться. И когда мы познаем то, что нас окружает, мы, наверное, это больше любить начинаем. Эти проекты, они будут носить такой вневременной характер? То есть они на постоянной основе будут действовать? Ну, вот смотрите, проект по Балушке, когда мы разрабатываем сундучки семейных традиций, мы этих сундучков уже прямо у нас очень много идей вперед. Мы там понимаем, как мы это будем делать дальше. И, кстати, мой бизнес нам помог зарегистрировать товарный знак по Балушке. Да, есть такая услуга. Да, да, серьезная поддержка, потому что регистрация товарного знака это очень важно. Тут нам помогала компания «Железная», как раз они помогали нам патентное бюро «Железная» регистрировать. Но это тоже все благодаря моему бизнесу. И это у нас такая долгая история. А промышленно-интеллектуальные игры это по времени у нас в гранте 10 таких игр для семей из города Кирова и Кирова-Чапецка. А затем дальше, я думаю, что мы через год, мы уже не за счет среза гранта, а за счет собственной деятельности сможем повторить эти игры. То есть это... Вот тут конечное время, да, но я думаю, что эти проекты пойдут дальше в развитии. И, ну, как обычно... Будете тиражировать. Так что мы родители и семьи приглашаем пользоваться товарами и нашими вот этими играми регистрироваться. Я благодарю Инну Валикжанину, руководителя Центра информационных технологий в обучении и познании. Ну и на этом мы заканчиваем нашу беседу с Дмитрием Глушковым, исполняющим обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Спасибо за эту важную и полезную информацию, которая прозвучала в нашем эфире. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. До свидания.